Замки А в случае нападения могли временно укрыть население близлежащих деревень Интересный факт о замках За последние десятилетия многие государства сумели разыскать потомков владельцев и передать им историческую недвижимость в собственность Это коснулось даже румынского Брана, чешских Вальдштейна и Штернберга Содержать замок удовольствие дорогое Поэтому хозяева обычно оборудуют большую часть помещений под гостиницей и музеи Даже Виндзор, служащий резиденцией королевской семьи Великобритании, принимает посетителей Владельцам нужно окупить реставрацию комнат Пострадавших при пожаре 1992 года Самый большой замок Европы Пражский Размеры его 570 на 130 метров Первую башню возвели в 870 году Что делает постройку еще и старейшей в Европе Другие замки из камня на тот момент уже существовали Но ни один из них даже частично не сохранился В 1517 году барон Кизингузен в 36 километрах от Таллина построил четырехэтажную башню Где должен был жить с семьей небольшим гарнизоном солдат Бойницы, крытые внешние галереи были продуманы на случай защиты от крестьян Эта башня сегодня считается самым маленьким замком в мире В каждом замке есть своя страшная история о поведении И первое место по количеству призраков занимает шотландский глэмис По залам и коридорам бродят более десятка призраков Румынский замок Бран известен как дом графа Дракулы Но на самом деле Влад Цепеш – прототип знаменитого вампира Бывал здесь редко Его постоянная резиденция находилась в замке Паянари Славу самого высокогорного замка получил испанский рот Чечлаща Построенный на отвесной скале Высота над уровнем моря здесь составляет 1460 метров Список красивейших замков возглавляет баварский Нышванштайн минус новый лебединый камень Утес, возведенный в 1869-1886 годах По мнению искусствоведов П.И. Чековский, вдохновившись видом на дворец, написал Лебединое озеро Некоторые замки и сегодня остаются стратегически важными форпостами Например, дува в графстве Кент Его называют ключом к Англии Поскольку он охраняет пролив по Декали между Великобританией и Францией почти тысячу лет За годы крестовых походов на землях Ближнего Востока появилось несколько типичных западноевропейских замков Краг Дешевалья, Бафор, Бодрум, Манфор и другие Осады этих цитаделей длились месяцами И некоторые сарацинам удалось взять только хитростью, а не военным искусством Самая большая плотность застройки замками во Франции, на Луаре С 10 века здесь возводились каменные укрепления Но в эпоху Возрождения многие из них были перестроены Сегодня в списке замков на Луаре числятся 78 зданий Строились дома крепости относительно быстро, от 3 до 10 лет Все зависело от финансовых возможностей феодала и масштабов строительства Возводили крепости без чертежей Сначала изготавливали деревянную модель и ориентируясь на нее С помощью простых инструментов и технологии поднимали башни и стены Строительные материалы втаскивали на стены с помощью кранов Больше по конструкции похожих на лебедки Замки часто представляют темными из-за узких окон Но светлее помещения становились, когда стены и потолки в замковых коридорах, комнатах, на кухне белили изустью В 12-13 веках главные залы даже расписывали приглашенные художники Подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами, будет еще много интересного Спасибо, не заходи, если что